ВИВАТ ИСТОРИЯ Также в студии Александра Ромашова. Напомню, что ваши вопросы мы всегда рады принять по нашему электронному адресу radio-vivat-sobaka-mail.ru И в конце программы Сергей по традиции отвечает на вопросы наших слушателей. Ну а сегодня у нас тема программы «Смута», «Истоки», «Причины». Мы имеем в виду, конечно же, конец XVI, начало XVII века, смутные времена, конец эпохи Рюриковичей и все, что за этим последовало. Ну давайте сначала поговорим о времени, потому что в отечественной стереографии, дорогие друзья, нет единого мнения, когда была смута. Некоторые считают, еще раз, вопрос спорный, да, но вот я вам принесу все, что говорят. Некоторые считают, что смута началась в марте 1584 года со смерти Ивана Грозного. Ну, Иван Грозный действительно был сильной личностью, и после него не было среди Рюриковичей даже близко людей, которые могли его затмить или, скажем так, быть ровней. Федор Иоаннович, последний царь из династии Рюриковича, был очень хороший. Царевича Дмитрия, как вы помните, то есть он сам себя убил или еще что-то. Так или иначе, смута начинается со смерти Ивана Грозного. А своего старшего сына он сам убил, Иван Грозный. Да. То есть единственный, по-моему, был достойный наследник? Слушайте, я не знаю, что такое достойный наследник. Ну, по крайней мере, здоровый. То, что он был сын своего отца, сто процентов. Конечно, убил. Хотя некоторые говорят у нас, что вроде нет. Нет, дорогие друзья, извините, я не знаю, какими источниками пользуетесь. Я не понимаю, зачем обелять Ивана Грозного сейчас, да, кому это нужно. Ну, так или иначе, да. Рюриковичи, в общем-то, заканчивается. Другое мнение, что смута началась со смерти последнего Рюриковича, Федора Ивановича, в 1598 году. Вот. С приходом к власти Бориса Годунова и разными вещами, которые происходили. Ну, почему нет? С этим тоже можно согласиться. Теперь о завершении. Третьи считают, что смута началась у нас с появления самозванца Лжедмитрия I. И закончилась она освобождением Москвы от польских захватчиков. Кстати, какого числа это было, Саша? 4 ноября. Абсолютно. Или 26 октября по старому стилю. Действительно, мы праздник народного единства празднуем именно в этот день. Хороший праздник и хорошо вспомнить про то, что происходило у нас 350, практически 400 лет тому назад. Заканчивается смута, да? Значит, итак, 4 ноября 1612 года. Другие считают, что смута закончилась с воцареем династии Романовых. Это 21 февраля 1613 года, да, когда Михаил Романов на Земском соборе был избран русским царем. Дальше, дальше некоторые считают, что она закончилась в то время, когда мы заключили договора, мирные соглашения с Польшей и Швецией. Это Диулинский и Столбовский мир. 1617 год, примерно в это время. Так или иначе, как видите, мнения одного нет. Если, Саша, ты спросишь у меня, Сергей, а как ты считаешь, да, какое время, да, к чему ты были склонен, да, я думаю, дорогие друзья, что с 1598 года по 1617. То есть все-таки со дня смерти наследника Ивана Романова. В принципе, в принципе, конечно, смута, знаете, как какой-то нарыв, да, или еще что-то. Что-то происходит в организме, да, вроде-то еще здоровый, да, но там уже есть какие-то вещи. Потом бах, неожиданно скакивает прыщ, просто так не скакивает. В истории, Саша, как я уже говорил, не бывает взгляда Лунтика. Я родился, да, и все, что до этого происходило, как бы мы не знаем, да. Здесь также, конечно, главная причина смуты – это деятельность Ивана Грозного. Это ослабление нашего государства, его активности, его реформами, и, самое главное, бесплодными войнами, которые мы вели. Неудачными войнами, дорогие друзья, если бы были удачными, то разговор был другой, бы Иван Грозный был бы на уровне Петра Первого. Но, к сожалению, мы проиграли Ливонскую войну. В этом отношении, конечно, причины, да, в этом. Вторая причина – это борьба внутри страны между различными группировками, сословиями и классами. Классовую борьбу никто не отменял, хотя мы живем больше не в Советском Союзе и не считаем Карла Маркса, хотя зря. Интересные произведения у, скажем так, у немецкого философа. Так вот, была борьба за власть среди боярских группировок, это 100%, и они делали все возможное, чтобы захватить власть, чтобы убрать конкурирующую организацию и прочее. Поэтому некоторые историки небезосновательно считают, что царевич Дмитрий погиб как раз от руки этой самой боярского заговора. Кроме этого боярского заговора, там было много еще другого удивительного. То есть Иван Грозный не до конца решил боярский вопрос. Борис Гуденов его пытался решить, окончательно решил боярский вопрос, наверное, Петр Первый. Но это уже другой вопрос. Ну а чем же так бояре не угодили власти? Да, бояре хотели, понимаете, да, они всегда считали русского царя, великого князя, первым среди равных. То есть они считали всегда себя, скажем так, главной, небезосновательно, конечно, что они решали все вопросы в стране, да, как там, царь решил, бояре приговорили, как в Боярской думе об этом писали. Вот. И вот эти вот группировки, да, пытались бороться за власть очень некрасиво. Мы про Ивана Грозного с вами помним его детство, когда он накушался этих разных борьбы между Бельскими и Шуйскими. А таких у нас было еще больше. При Борисе Гуденове активно после смерти Ивана Грозного боролись за власть Гуденовы, Пстиславские, Шуйские, Романовы. Ну, Бельские, куда без них-то. Не всех уничтожили, ни одних, ни других, да. Вот они все боролись, пока Борис Гуденов их всех сначала по одиночке, да, не отправил в мир иной или отправил очень далеко. Так или иначе, да, когда Борис Гуденов уже стал русским царем, он стал один и лично править. Все боярские роды как бы были забиты. Тоже не на некоторое время. Потом вылезли. Но это разговоры про смутное время уже. Дальше причина. Экономические проблемы в нашей стране. Очень непродуктивное сельское хозяйство. Отсутствие нормальной торговли внутри страны, потому что были там таможенные разные посты между разными местами. Русский не умеет торговать. Сразу скажем, да. И, конечно, говорить, что мы единое торговое пространство были в это время, это спорный вопрос. Не было. Да. Следующая. Следующая. Ну, попытка иностранцев решить наши вопросы. Теория международного заговора там тоже играет роль. Конечно, никому не нужна Великая Россия на границе с Европой. Поэтому, как только у нас что-то появляется такое сильное и прочее, сразу вся Европа к этому относится очень отрицательно. Поэтому, как бы, когда мы воевали с Ливонским орденом, ну, с немцами в Эстонии и в части Латвии, да, мы заканчивали войну уже против Польши, Литвы, Дании, Швеции. Ну, и Ливонского ордена. То есть, на самом деле, это одно из первых было войн Европы с Россией. Еще раз, я не буду говорить, кто кого провоцировал, кто виноват, чего хотели, кто что защищал. Разговор такой, да, война Европы с Россией впервые, это Ливонская война. Дальше. В это же время, конечно, если мы говорим про иностранцев, это попытка решить христианский вопрос, католический. Потому что, как раз, одной из целей походов иностранцев и вмешательства в нашу внутреннюю распорю поляков и шведов, в основном поляков, да, это было уничтожение православия, сизматов, как они называли. Был крестовый поход, который выявил римский папа против нас, против православных. То есть, внешний фактор тоже сыграл роль. Ну, и последний, природный или божественный фактор, я не знаю, как, да, все-таки, по моему мнению, по моему мнению, почему смута произошла, да, смута произошла, потому что Бог отвернулся от нашей страны. Почему отвернулся? А как это, в чем это выражалось? Ну, давайте, Саша, как бы вспомним, да, про смуту. 1598 год, начинается смута, она начинается с зрения Бориса Годунова. Борис Годунов хороший человек, умный, профессиональный, на своем месте, да, все у него хорошо. Единственное, царь не настоящий. Ни народ, ни небеса его не принимают. Почему народ не принимает? Да, потому что у него нет сакральности. Рюриковича, Саша, правили с нами с 862 года. Понимаете, да? Они уже полубоги, непонятно с кем там и от кого там возникли, да? А кто такой БГ? А Бориска Выскочка? Конечно, из Костромы, непонятно что. Лимита. Ну, в общем, да, приехал, да, молодым человеком завоевать столицу. Как это можно сделать, да? В то время, что ждут, что ли, молодежь какую-то иногороднюю в стране? Конечно, нет. Конечно, нет. Куда податься? В бандиты? Ну, примерно говорю там, да, или в армию. Какие социальные лифты сейчас существуют? Социальные лифты всегда одинаковые. Понимаете, да? По-разному называется. Но он пошел не в бандиты, он пошел в опричники. Для многих это были бандиты, извините меня, да? А что ему предлагают молодому, здоровому, да? Вот, пожалуйста, будешь выполнять наше решение там, да? Вот, сколько я знаю известных, у меня там со мной, да, у которых папа или дедушка были в НКВД во время, товарища Сталина. Приехали из деревни, да? Вот, да, устраивались туда, куда их принимали. Уничтожали кого-то, пытали и так далее. А дети уже у них были с хорошей образованной, и там закончили вузы. И опять-таки, они вузы закончили. Почему? Потому что, скажем так, им расчистили дорогу родители в этом отношении, что репрессировав каких-то других там. Вот. Так или иначе, такая ситуация, конечно, была и тогда. И он вступил в опричнину. Убивал. Пил. Ну, там, веселился. Там и многие другие вещи, да? Потом он поступил, как поступают многие, как ты говоришь, Саша, или мета, да? Он женился на местной. Ну, такие вещи тоже бывают, Саша, согласись, да? Вот это дает сразу какой-то статус. Он женился, Саша, не просто на местной. Он женился на дочке своего начальника. Как он в телесериалах это показывает, да? Кто, кстати, у него был начальник? Кто? Малюта Скуратов. Не надо на меня шипеть сразу, да? Я, ну, примерно говорю, это типа Лаврентия Павлович Берия при Сталине. Малюта Скуратов, руководитель опричников. Понятно, что рост пошел сразу. Рост пошел. Тут еще брат ему помогал, который раньше приехал там, да? Ну, вот, ну, как там? Костромичи, поможем друг другу, да, там? Ну, вот, так или иначе, да, он становится известным человеком, близким ко двору. И если мы говорим про Бориса Годунова, как он сделал карьеру? Тоже он был умным человеком, умным. А все стали, ну, молодежь его поколения, да, знали, что сейчас вот Иван Грозный должен когда-то умереть, что естественно, да? И поэтому новым царем становится его сын. Поэтому все около молодого царя организовалось молодое правительство, да? То есть молодой двор, так называемый. Три сына у Ивана Грозного. Первый это Иван. Второй полуумный Федор, да? И третий малолетний Дмитрий. Ну, к Дмитрию никто не идет. Ему там три года. Сколько там, четыре, да? Все пошли к Ивану. Понятно, что это любимый наследник, его готовят как наследника. Он будет русским царем. Борис взял и пошел к Федору. В одиночке. Все ржали над ним, да, смеялись. Куда ты? Что ты? Куда он тебя приведет? И так далее, и тому подобное. Он предвидел? Не знаю. Но, во всяком случае, свою сестру женил на Федоре. Да, Федор был, в общем-то, ипотентом. Патентом, извините, да, за такие подробности. Ну, неважно, в борьбе. И тут, в 81-м году, Иван Грозный убивает своего сына Ивана. Единственный наследник Федор. Да. И все те, кто поставили на Ивана, на эту лошадь оказались постромлены. А Федор сразу получает в большом количестве дивиденды, весты, как говорят в проферансе. Вот, да. Ну, да, действительно. В 84-м году Иван умирает. Правит, конечно, Борис Годунов при Федоре. Федор молился за нашу страну. Да, отмоливал грехи. А кто-то другой, ну, как Борис, да, как бы занимался другими вещами. То есть он как-то сумел угадать и быть всегда рядом на щеку. Предвидеть. Умный человек, да. И в нужном месте оказаться в нужное время. Еще раз, почему я против того, что смута начинается со смерти Ивана Грозного. Потому что в то время у нас были победы. Борис Годунов заставил уйти врага из тех земель, которые мы потеряли при Ивановской войне. Вот. Основал Самару, например. Да. И другие города, которые там рядом были. По-моему, еще Уфа. Ну, еще раз. Не помню, дорогие друзья. Вот. Так или иначе. То есть при Федоре было все спокойно. Потому что Борис Годунов руководил. Но когда он стал русским царем, конечно, да, народ его не воспринял. Бог его тоже не воспринял, Саша. Вы хотите факты? Пожалуйста. Итак. В 98-м год он становится царем. В 99-м начинает править. В 600-м году в страну пришла чума. Ну, до этого еще был голод же. Подождите, голод еще будет. А вот. Черная болезнь, чума, пришла из Европы. Чума была модна в то время. Большое количество людей умирает. Особенно в городах. Там, где большое скопление. Ладно, чума отходит, начинается голод. Но не рожает, Саша, у нас каждый год. Ну, не каждый год, каждые три года. Что тут? Не та у нас природа. Не те земли, чтобы они рожали хорошо. Ну, так легко тому люди привыкли. Поэтому есть какие-то там грибы, огурцы, там еще какие-то в загашнике чего-то, да? Знаете, что такое загашник, Саша, знаете? Гати так назывались в ногороде штаны. И задний карман назывался загатию, загашник. Интересно. Ну, вот. Так или иначе, да, у кого-то что-то было. Ну, переживем. И вроде следующий год как бы стал нормальный. А потом, Саша, бац, и 24 августа Москва-река встала льдом. Понимаете, да? Вот такое жуткое похолодание 24 августа, дорогие друзья. Вспомните, что вы делали 24 августа, да? Представьте, да? Ну, точно, наверное, не по льду бегали. Все погибло. Все то, что ждали с упоением этой самой новой, нового урожая, все погибло. И вот тут начинается голод, да, который длится год. Начинается, да, сожрали все. Всех крык, всех собак. В лесах около деревень видно зубы, которые ели кору. Там или корешки какие-то, да? И прочее, прочее, прочее. Люди становятся, умирают, да? И Борис Годунов пытается им помочь. Он открывает царские амбары, кормит их бесплатно зерном, да? Ну, понятно, что чем дальше от столицы, тем хуже исполняются приказы. Сейчас это тоже видно, да? Вот. Поэтому люди понимают. В Москве кормят. В Москве то, что говорит государь, все выполняют. А где-то, извините, в Костроме нет. Поэтому все костромячи, которые есть, хотят, бегут в Москву. Да? Там получать на халяву. Ну, там, это еду самую. Что тоже понятно. Поэтому в Москве слишком много... Ну, как вот во время революции 1917 года появляются беженцы, появляются разные люди, да? Которые пытаются выжить как-то, да? В Москве потом проблема. В Москве бандитизм. Чем им заниматься там, в Москве? Вот. И с этого момента, с этого момента все эти природные катаклизмы ясно, скажем так, показывают, что виноват в всем Борис Годунов. Чтобы он хорошего не делал, чтобы не отменил, не вел снова Юрию в день, не отменил пять лет поисков там беглых крестьян и прочее. В нему уже не верят. Не верят. Ну, а тут еще разные там бояре говорят, царь ненастоящий. Тут еще в Польше появляется самозванец, да? Григорий Отрепев, который тоже говорит, что он является сыном Дмитрием. Были он сыном Дмитрия? Конечно нет, дорогие друзья. Это первый лжедмитрий или это отдельная история? Первый лжедмитрий. Кстати, у нас об этом не любят сказать, но я все-таки свои пять копеек в этом отношении положу. А Григорий Отрепев, он воспитывался у Романовых. То есть, Романовых он воспитывался с детства. Вполне он верил, что ему. Ему вбивали как раз именно Романовы идеи. То, что ты, сынок Ивана Грозного, да? Он и поверил. То, что эти сын вбивают, да? То есть, они не то, что белые и пушистые. У них тоже есть некоторые вопросы во время смуты, да? И папа получил Михаила, да? Митрополичий, это самое, Митру, да? Митрополичий пост в Москве, да? А второго самозванца. То есть, все самозванцы так или иначе связаны с Романовыми. Вот. У нас не любят это говорить. У нас не любят это говорить. Ну, все-таки вот еще раз вопрос остается. Ну, и Романовы связаны с казаками. Это сейчас мы плачем и смотрим. Кубанских казаков или Тихий Дон, да? Где казаки положительные и прочее. В то время казак, который был не на Дону или в Запорожье или где-нибудь, а под Москвой, это был бандит, который пришел грабить. С чем он там делает-то в Подмосковье? Понимаете, да? Вот. То есть, были вопросы и в этом отношении. Так или иначе, все это закончилось катастрофой. И узнав, что, да, конечно, роль поляков тут тоже. Поляки понимали, что перед ними самозванец, но им было выгодно ослабление России. Поэтому они дали самозванцу денег, поэтому сформировали войско, да, и отправили его в Россию. Правда, перед этим он заключил с ними договор. Если, дорогие друзья, будете когда-нибудь в Москве на Красной площади, если помните фильм «Брат-2», там исторический музей, где актер такой Потемкин играл, однополчанина Багрова, да, который там работал, систематизировал исторический музей, так вот там, в одном из залов есть договор самозванца с Мнишиком, в котором самозванец Дмитрий пишет, что если он придет к власти, он отдает полякам новгородскую и псковскую землю. Россия переходит в католичество, да, ну и последняя вишенка на торте, чтобы было приятно Мнишикам, да, он женится на дочке магната Мнишика, Марине, ну, настоящий предатель, тут даже разговоров нет никаких, понимаете. Вот, он переходит границу, народ с возошелением записывает своего отряды, что же чудо, Россия любит чудо, Саша, да, еще как, помните «Ревизор», помните знаменитую речь Хлистакова, ну, самое главное, где он говорил, что он с Пушкиным на дружеской ноге, что у него четыре с половиной тысячи этих самых курьеров, да, ну, как там «Брат Пушкин», да вот как-то так, да, помните, да, все это вот, это он говорит после того, как нажрался лаборданца этой трески, да, выпил шампанского, и вот он в пьяном виде, этот знаменитый монолог, он говорит, говорит, врет, 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 а в конце шампанское, ну, извините, алкоголь бивает ему у голову, и он падает, его выносит, помните эту историю, да, для чего нам эта история со самозванцами, ну, конечно, Хлистаков тоже самозванец какой-то, у нас самозванчица любит, а вот почему Саша, после этого городничий говорит, умный человек, да, он говорит, не дай бог хоть половину, что он сказал правду, верит у нас в ответы, да, чем больше врать, тем больше верят, сквозник Мухановский держит свой уезд, свою территорию, свой город в руке, да, знает себя прекрасно, контролирует все, собирается всех взятки такой, ну, понимаете, да, такой мэр из девяностых определенных, и он тоже, а вдруг половина правда, понимаете, верит, а вдруг это действительно перед тобой, это так здорово, тогда же сериал-то не было. Ложь должна быть ужасной, только тогда она покажется правдой людям. Ну, вполне возможно, а тут еще ставим на нового царя, который говорит, ребята, всем водки будет, да, при мне будет, как там у Салтыкова щедрена, да, ничего, бабоньки, девоньки, при ней все вдоволь будет, и все довольны, все как бы, да, словами, да, вот, так или иначе он получил громадную армию, если Саша, помнишь, Саша у нас иногда заезжает в соседнюю дружескую средство Беларусь, в Гомель, так вот, под Гомелем есть такой город Камарин, поверь мне, Саша, в Гомельской области, да, так вот, как раз границу, Замитрий пришел около этого Камарина, да, и песня Камаринская, знаменитая, она произошла... Камаринский мужик? Да, Камаринский мужик, там о чем, да, Камаринский мужик, который принял самозванца за царя. Ну, нехороший человек. Песня об этом. Куда ты смотришь, Камаринский мужик, ты что не видишь, перед тобой сатана, бес, да, ну, песня, мы знаем мелодию, да, ну, в ней есть слова, дорогие друзья. Вот, как бы, и пошли на Москву, да, удачно, неудачно, неважно, через которое время Борис Годунов умирает. Ну, говорят, его отравили, бояре другие, вполне возможно, может быть, он умер, не знаю. То есть все это одновременно происходит? Практически. Лжедвитрий идет на Москву и умирает Борис Годунов. Да, 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 он находился в Путивле, да, но, в общем, неважно, скоро, да, собирал, да, собирал войска. Я думаю, что и все-таки его отравили. Самозванец приходит в Москву под колокольный звон, под благовест. Саша, это хорошо или плохо? Прекрасно. Конечно, что вы там. Прекрасная картинка, да, ну, просто Эрнст на Олимпиаду ставит. Да, значит, на Красной площади вытаскивают маму царевича Дмитрия, да, ногую из монастыря вытащили там. Узнаешь, он на лошади, мама, сынок. Скакивает с лошади, обнимают, все плачут, взрыв. И мужики и бабы, как пизо, как красиво все, господи, да, вот повезло. Все рады. Но эйфория от самозванца быстро пошла. Почему? А потому что ему надо было выполнять свои обязательства предвыборные. Не перед народом, которому пообещал разную ерунду, как у нас обещает, а перед поляками. Поэтому он, ну, как сейчас на Украине, да, пришли смотрящие с Европы там, да, которые там, вы знаете, что украинское правительство состояло из грузин, из литовцев, из американцев, канадцев, много других, да. Видимо, на Украине не нашлось ни одного порядочного, да. Так жил за Дмитрий, да, практически все должности раздал полякам. Европа победила, да, счастье такое. Кроме поляков, и, ну, хорошо, я об этом расскажу, он к власти еще привел Басманова. А Басманов, Саша, это мальчик для утех Ивана Грозного. Вот, ну, в Европе это модно, понимаете, это как бы в тренде, да. Вот, для москвичей было странно, как вот человек вот такой ориентации мог прийти к власти. Последней каплей, который переполонен чашу терпения, это было, конечно же, желание самозванца жениться Марине Минишко. И день свадьбы, 17 мая, 1606 года, Василий Шуйский организует переворот и его убивают. Ну, вот, наверное, все, что мы должны были рассказать, Саша, о начале смуты. Я думаю, что мы еще с вами поговорим о польских походах, об интервенции и прочее. Ну, вот, наверное, начало смуты я как бы осветил. Напоминаю, что вы слушаете программу Виват История. Сегодня мы говорим о смуте, продолжим через несколько минут. В эфире программа Виват История, в студии автора ведущей программы Сергей Виватенко и Александра Хромашова. Сегодня мы говорим о смуте. Мы закончили наш рассказ, первую часть, о том, что Лжедмитрий I был убит. Ну, давайте так скажем, что Москва поняла, что Лжедмитрий все-таки не тот. Как поняла? Ну, во-первых, то, что он, видимо, тайно был крещен католической церковью. Потому что, когда он приходил в церковь, ну, любой православный человек понимает, что перед ним другой. Он по-другому смотрит, на другие иконы там, на что-то еще, да? Это было понятно, что он не православный. Во-вторых, Марина Мнишек отказывалась переходить православную веру. Окончательно. Ну, и было ясно, что он уже не тот. И вот эта свадьба, она привела к народному восстанию. Поляки, которые приехали в большом количестве на свадьбу, Они висли себя нагло, ну, скажем так, сверху вниз, как они у нас, схизматы и быдло. Других слов у них пока нету в их лексиконе, да? Так или иначе, действительно, все это закончилось стычками, и всех поляки были вырезаны в Москве. Дмитрий, извините за подробности, просто они важны. А он, когда увидел, что к его дворцу бегут восставшие, он пытался прыгнуть с третьего этажа в окно, сломал ногу, его тут же настигли, убили. Накол посадили. Нет, Саша, не до такого. Накол же надо еще было делать, это долго. Просто разорвали на куски какие-то, убили, потом его обезображенный труп, а потом накол, в этом отношении, да, просто накол, это еще вид казни, да, просто на палку поставили его остатки, на пику какую-то водили по всему городу, а потом забили его остатки метилопушку и выстрелили в сторону Польши. Лети, откуда пришел. Еще раз, дорогие друзья, у нас не чернуха, просто нам нужно этот факт, мы потом с вами как бы еще раз к нему вернемся. Русским царем становится Василий Шуйский. Хитрый, да, из всех Шуйский самый, самый плохой, маленький, тщедушный, злобный, все его не любили. Иван Грозный вот как-то руку на него не поднял, ну, такой вот, знаете, вот там, клоп, извините, да, ну, противно даже. Остальных он очень хорошо убивал, а этот как и остался. Он лживый был все время. Так или иначе, он подготовил это восстание, стал русским царем Василием Пятым. Ну, еще раз, что такое смута, дорогие друзья? Это когда плохое заканчивается и наступается еще хуже. Как только он стал русским царем, на юге нашей страны начинается крестьянская война под руководством Ивана Исаевича Болотникова. Так или иначе, крестьяне, солдаты и прочие идут с юга, да, и начинают грабить, идут на Москву. С большим усилием Василию Шуйскому удалось отбросить Болотникова к Туле, где его в конце концов убили. А вот, вроде передохнуть надо. Опять ситуация дурная. Снова русскую границу, снова у Камаринского, переходит новый польский отряд, в руководстве которого объявляют, что он является же Дмитрием, царевичем Дмитрием, который спасся. Да, видим на молекулярном... Еще один. Знаете, ну вот как, на молекулярном уровне он разлетелся, а потом бац. Ну, как в Терминаторе, знаете, второй из ртути соединяется вновь, да? Ай, бибэк. Вот, и вот он идет. Марина Мнишек признает им своего мужа. Вот, да, такая эйфория, опять-таки. Он был, правда, похож на мужа? Нет, конечно. У мужа были две бородавки на лице. Да, он все-таки был русский. Когда убили Злодмитрия II, так называемого, то оказалось, что он имел при себе талмуд и вроде был обрезан. Ну, как бы, да. Он не очень был русский, скажем так. Так или иначе. Но здесь, понимаете, почему она признала? Здесь стоит, извините, такая ставка. Российское церковное, Россия. Извините, кого хочешь, признаешь. Но больше маму ногую не стали мучить, да? Так или иначе, они идут в Москве. Василий Шуйского проблема. Он не может справиться с войсками второго самозванца, которым казаки еще пришли. Поэтому он просит шведов помочь. Шведы воевали с поляками тогда. И они предложили за деньги организовать, скажем так, наемников, которые должны решить какие-то вопросы. Шведы приходят на русскую землю, входят в Новгород, им открыли ворота. Новгород до этого никто захватить своей истории вообще не мог. Да? Они входят в Новгород. А почему им открыли ворота? Это союзники. Типа, да? Они должны переночевать там, да? Вот, а мы там перегруппироваться. Они его захватывают и говорят, вы нарушили законы, договор. Действительно, договор мы нарушили, Саш. По договору мы должны были заплатить серебром. Но серебряных денег в России не было. А вот серебра не было. И тогда Шуйский приказал им печатать золотые деньги. Они говорят, извините, по договору серебряные. Деньги мы, конечно, возьмем, но Новгород не отдадим. Все. Активность шведов практически на этом закончилась. Да, там отряд делегарди, там какой-то маленький, помогал Скопину-Шуйскому, племяннику Василию, все-таки уничтожить самозванца. Но так вот практически уже все. На этом закончилось. А вот поляки узнают, что шведы на территории России враги обрегают на войну. И идут на Москву. Василий Шуйский, иногда, знаете, власть самоуничтожается. Она доходит до такой степени, что же не понимает, что их шаги, которые она делает, она уничтожает само себя. Вот Василий Шуйский тоже такой же. Он пребывал в уверенности, что все у него хорошо. Но тут, понимаете, Скопин-Шуйский, его племяш, а он высокий, красивый, статный, популярный человек. Ну, как Шойгу. А Василий Шуйский маленький, невзрачный, да, которого все терпеть не могут. Вот. И Василий посчитает, что он опасен. Его племянник, единственный нормальный русский военачальник, который остался к тому времени, которого, скажем так, уважает армия, он становится опасен до его престола. И вот Василий посылает его против поляков. Перед тем, как садиться на лошадь, к нему приходит жена Василия Шуйского. Говорит, племяш, выпей за здоровье царя, батюшки, своего дяди Василия. Тот берет, выпивает, у него сразу кровь пошла горлом из носа. Умер сразу. Отравили. Ну да, может быть, он решил какие-то свои проблемы и удержался у власти. Но армия осталась без руководителей, поляки ее разбили около Клушина. И вот поляки идут на Москву, в Москве переворот вооруженный, власть захватает семи боярщины, так называемые, семь бояр. Они открывают ворота полякам и просят полякам, чтобы сын Сигизмунда Третьего, польского короля, стал русским царем Владиславом. Полное предательство. Россия практически на грани гибели. 1610 год. Давайте представим. Центральной власти не существует. Запад и центр, и северо-запад страны оккупированы врагами. Новгород, Смоленск, Москва захватены врагами. По всей стране бродят остатки банд. Ж. Дмитрия I, Ж. Дмитрия II, Ивана Исаевича Болотникова и еще многих своих улюбленных районных самозванцев, которых было очень много, там, Савельевич Петр, 8 Ж. Дмитриев еще были разные, там. Вот, вся страна в ужасе, да, практически ничего связующего страны нет. Единственная сила, которая борется против интервентов и против этой ситуации, оказалась Русская Православная Церковь. Патриарх Гермоген посылает воззвание через еще руководителя Свято-Троицкого монастыря, да, Сергея Посадта, палец на воззвание, воззвание в русские земли, которым требуют уничтожать, бороться с захватчиками. За это, кстати, Гермогена поляки убили. Ну, убили, они его не кормили, да, довели до смерти, он умер от голода. Кстати, когда поляки вошли в 1812 году в Москву вместе с французами, там же были там легионы, да, первым делом они что сделали? Они врывались в церковь, где находились мощи Гермогена и разрубили его на куски. Ну, такое вот интересное взаимоотношение через 200 лет, да, так или иначе. Так вот, действительно, воззвание русской православной церкви в Нижнем Новгороде прочитывает продавец мяса, говядины на рынке Нижегородском Кузьма Минин Сухорук. И он выступает в патриотической речи, представить мясника патриота сейчас тяжело. Вот, тогда Россия себе такое позволяла. Он вступает в патриотической речи перед нижегородцами и предлагает им организовать ополчение. Они вбрасываются, отдают все деньги, которые у них были, денег не хватает. Там происходят даже такие вещи, они дают татарам в залог своих жен, чтобы они дали деньги. Потом государство их выкупит, конечно, но это через 3-4 года. И они собирают армию. Руководителем этой армии становится Дмитрий Пожарский. Почему Дмитрий Пожарский? Во-первых, он не связан ни с какой-то группировкой, ни с какой-то комарилией. Во-вторых, он тяжело ранен в войне с поляками и лечится здесь рядом в Суздале. Суздале – это недалеко, это Владимирская область, да, на границе, там рядом Нижегородская. Так или иначе, Дмитрий Пожарский становится руководителем. И 26 октября или 4 ноября 1613 года Москва освобождается от поляков. Сразу после этого там начинается Новый Земский собор. А Земский собор, дорогие друзья, это такой представительный орган власти, ну, типа парламента, говорить не буду, да, на который собирается представительство различных слоев населения для решения каких-то судьбоносных вопросов. Какой судьбоносный вопрос? Избрание нового русского царя. А туда это был самый представительный Земский собор за всю историю. Туда пришли священники, бояры, князья, дворяне, горожане, казаки, даже представители крестьянства, представители народов по Волжье. Поэтому это было действительно уже общероссийское такое решение, да. Не было только крепостных христиан. И все они принимают решение об избрании новым русским царем Михаила Романова. Почему Михаил Романов? Сколько мы там не говорили, что-то там, да. А Михаил Романов сын своего отца. Ему тогда 14-15 лет, а отец его, митрополит Филарет, он был, скажем так, когда Михаил Романов родился, через два года после этого Борис Годунов заставил Федора, его отца, уйти в монастырь монахи. Он считал, что он будет не опасен, да, поэтому стал священником. Вот. Он арестован поляками, томится в польской тюрьме, а когда человек томится в чужой тюрьме, да, он всегда является символом, ну, типа Надежды Савченко. И вот он популярен, борец против поляков, да, ее избирает Михаила Романова. Но попытки поляков уничтожить Михаила Романова закончились подвигом крестьянина села Домнино, Костромской области, как его звали, Саша? Иван Сусалин, Саша. Давайте я про Ивану Сусалину пару слов скажу. Да, у нас есть идиотский анекдот о том, чтобы Сусалин завел поляков в болото. Это не совсем так, дорогие друзья. Почему не совсем так? Потому что поляки не идиоты, чтобы идти в болото. Среди ночи. Ну, примерно, там, я не знаю, какой там был день, время, там, светло, да, но вот пойти в болото, они что, не понимают, что они на болоте? Даже если это зима? Конечно, нет. История была немножко другая. Как пишет Костомаров, когда поляки пришли в то село Домнино, где находился царевич Михаил, то Иван Сусалин его забросал сеном и сказал, что царевич сейчас находится в другом деревне, он у вас туда сведет. То есть он поляков увел как раз от того места, где находился царь. И поляки шли в одном направлении, а царь бежал в другом. И когда это поняли поляки, они его убили. Это подвиг? Конечно, подвиг. Но немножко другой, как у нас описано, да? Ну и, конечно, это полный идиотизм, когда лет пять назад, перед тем, как Владимир Ильич Путин должен был приехать в Кострому, новости сообщили, что в Костроме археологи нашли захоронение, где было сорок католических крестов и один православный. То есть они нашли могилу поляков и Ивана Сусанина. Ну это идиотизм полный, господа. Ну, заниматься такими вещами, ну, даже не знаю как. Ну, кто-то, может быть, и поверил в это. Так или иначе, действительно, Иван Сусанин – это настоящий русский герой, который смерть за царя – это сто процентов про него. К 1617 году мы смогли освободить большую часть нашей территории от польских и шведских захватчиков, но заключились с ними договора, но мы все равно потеряли большие земли. То есть мы потеряли шведов, вынуждены были, они ушли из Новгорода, но оставили за собой всю Неву. То есть нашу землю, которая всегда была в составе или Новгородского княжества, или Российского московского царства, Ингерманоландия так называемая, да, вот где мы сейчас находимся с вами, на 75 лет примерно стала вражеским. Мы потеряли выход в Балтийское море. То есть шведы контролировали всю нашу внешнюю торговлю и взаимоотношение с Западом. По-другому невозможно. По-другому это, пожалуйста, садитесь на голландские и английские корабли и плывите через Нордкап, через Баленцево море в Архангельск. Да? Понятно, что это можно делать только летом. Никакой нормальной торговли в это время просто невозможно. Поляки получили Смоленск, Брянск, Чернигов и другие стратегические земли. Границы Польши и нашей страны были под Вязьмой. То есть это, сколько там, 150 километров до Москвы. Ясно, что мы подставлялись очень сильно. Но другого шанса у нас не было. Мы, Саша, потеряли половину населения страны, потеряли стратегические земли, потеряли практически всю экономику. Но сохранили главное. Сохранили, Саша, что? Независимый, Саша. Независимость. Православие тоже, можно сказать, наверное, превращает независимость, которая давала нам шанс на возрождение. Но было понятно, что возрождение это реально только уничтожение последствий смуты. Поэтому все русские цари в 17 веке пытались уничтожить последствия смуты. Неудачно. Ну, что-то удачно, что-то неудачно. Алексей Михайлович удалось освободить Смоленск, присоединить Смоленск и Киев. В 56 году со шведами не удалось. То есть, на самом деле, и Михаил в 33 году пытался это сделать, и Алексей в 56 году. Федор и Софья в меньшей степени. Но не удалось. Не удалось. И поэтому следующий русский царь Петр Первый только это решил вопрос. То есть, это было главное направление нашей политики – уничтожить последствия смуты. Да, мы смогли выжить. Для меня смута – самый страшный период в нашей истории. Почему? Еще раз. Потому что не надо гнивить Бога. Определенно. Вот мы получили то, что хотели. К сожалению. Да, конечно, мы прочитаем в каких-то учебниках или каких-то книгах научных, что, скажем так, проблемы с неурожаем, проблемы с оледенением Москвы летом 62 года, они связаны с тем, что в Перу началось извержение вулкана, который там привел и прочее. Я думаю, что все-таки это нереально. Я все-таки думаю нереально. Хорошо или плохо, да? Мы поняли, что в гражданском… чтобы нормально существовать в нашей стране, должен быть гражданский мир внутри нашей страны. Удалось это? Не сразу. Не сразу. Поэтому 17 век называется Мунтарским веком. Там, извините, было еще и Степан Разин и многое другое. Но это, Саша, я думаю, мы с вами поговорим в какой-то другой передаче про 17 век, про удачи и неудачи, которые в это время были. Потому что для нас этот век как бы не очень популярен. Ну, почему это не очень популярен? Ну, хорошо, Саша, назовите хотя бы одного политика 17 века. Ну да, пожалуй. Морозовы, Орден Нащекин, да, там, я не знаю, там, Василий Голицын. Ну, я их знаю, допустим, да, а для простых людей нет. Вот, определенно. Поэтому, да, какие удачи еще. А, извините, а 17 век еще это присоединение к Сибири. Ведь мы с 1610 года по 1640 присоединились к Сибири и вышли к Охотскому морю. То есть за 30 лет, дорогие друзья, мы присоединили себе всю Сибирь. Ну, кроме Южной, но до Тихого океана дошли. На Тихом океане свой закончили поход. Я говорю еще раз, мы про это обязательно сделаем передачу. Вот такой вот страшный период, который прижала наша страна. Не дай Бог такое повторится. Спасибо. По традиции начинается заключительная часть программы «Виват. История». Ответы на ваши исторические вопросы. Напомню, что ваши вопросы вы можете присылать нам по электронному адресу «Радио Виват. Собака. Мэйл. Ру». Также оставляйте ваши вопросы в Фейсбуке, Вконтакте, в личных сообщениях Сергею Лемне и Александре Ромашовой. Или ищите нашу группу Вконтакте, группу программы «Виват. История». Везде примем ваши вопросы. Ну, что у нас есть на сегодняшний день? Вопрос. Мне известно, что Петр Первый, вдохновившись идеей Венеции, решил построить Васильевский остров. На месте улиц подразумевались водные каналы. В связи с этим улицы именуются линиями. Не могли бы вы, Сергей, рассказать что-нибудь еще о планах Петра Первого по обустройству Васильевского острова? Ну, это вообще большая передача, если честно, про основание Петербурга и прочее. Я, Саша, тебе открою такую жуткую тайну. Я сейчас пишу учебник по истории Санкт-Петербурга. Ты эту тайну открыл пару передач назад всем слушателям. Ну, понятно, да. Но все равно приятно слушать. Все равно пишу, пишу. Поэтому я как бы в этой теме определенно. Вначале Васильевский остров Петр Первый подарил Менщикову. Поэтому как раз именно там был дворец и прочее. Но потом, когда Петр был в плохом утренении, он у Менщикова его забрал. Ну, это так вот, да. Поэтому дворец Менщикова там стоит, да, каменный. У нас, говорится, это первое каменное здание в городе. Это тоже неправда. У вице-канцлера Головкина было первое каменное здание. Оно находилось на месте, где находится Нахимовское училище. Действительно, действительно, Петр Первый сначала начал строить каналы. Почему каналы? Ну, во-первых, это красиво, с одной стороны, с другой стороны. Каналы приучат местное население к военно-морским забавам и развлечениям. Все-таки это столица, морская столица Санкт-Петербург. В-третьих, каналам легче привезти какие-то грузы. Потому что не было тогда ни железнодорожного транспорта, никакого другого. А по каналам это можно. А потом и так везде болото. Умница. Еще и осушение. Осушение. Так или иначе, это было сделано. Но как Петр Первый умер, подрядчики, они сделали не той ширины, не той глубины, которой нужно было. Потом весь мусор стали бросать действительно в каналы. Они стали символом, центром эпидемии, болотами. В конце концов, их забросили. Комары закусали, наверное. По первому плану градостроительства Санкт-Петербурга, Леблона, такого француза, здесь, на Васильевском острове, должно было встроиться еще и крепость, форты, которые защищали бы наш город со стороны моря. Ну, а теперь там защищает жилой комплекс огромный. И стадион Петровский. Да. Так или иначе, Васильевский остров, я еще могу сказать, он практически изначально был многонациональный. Там жила французская диаспора, швейцарская диаспора, рядом поселилась армянская диаспора сначала, потом греческая. То есть на том месте, вторая, третья, четвертая, пятая линия, эти вот районы были интернациональны. Я думаю, что по обоснованию нашего города мы еще сделаем передачу. Сергей, расскажите о том, что такое лимита и как появились вот эти лимитированные наборы рабочих в большие города. Ну, понятно, что чтобы увеличить нашу индустриализацию, индустриальную мощь нашей страны, надо было строить новые заводы. Чтобы строить новые заводы и кто-то там работал, должны быть определенные люди. Так как из сельской местности в город можно было попасть тогда практически невозможно, только отслужив в армии или пойти учиться в высшее учебное заведение. Но брали не всех, да, потому что паспорта были отобраны. Поэтому был так называемый еще лимит. То есть, скажем так, найти трудовые ресурсы в деревне в определенном количестве для определенного завода. Каждому лимитировало там взять столько-то рабочих, столько-то мужчин, столько-то женщин. Поэтому как бы в нашем городе они назывались лимитали и лимитчицы. Но они же не только в нашем городе, они же в Москве тоже были, наверное. Еще раз, да, это как раз характерно для крупных городов, которые уже сделаны, которые богатые, которых можно сделать себе карьеру. Это не новые стройки, пожалуйста, езжай и строй свои там, комсомольские на Амуре там, да, там, или еще где-то в жутких местах нашей страны. У нас много разных удивительных мест. Да, это как раз земли, где сытно, где с голоду не умирает, где можно получить хорошую зарплату, да, и в конце концов квартиру и прочие другие плюсы, которые были у центральных городов. И еще один вопрос от Алексея. Расскажите о взаимоотношениях Александра Второго и английской королевы Виктории. Ну, я читала, что где-то у них даже чуть ли не намечался. Хорошо. Саша, скажите, пожалуйста, а почему такое имя Виктория у королевы английской? Как вы думаете? Отлично, она родилась в 1818 году. Вот, а значит, что это второе имя? Нет. Да. Так вот, она звалась, на самом деле, Александра Виктория. То есть она была названа честь Победы Александра Первого в годы войны с Наполеоном. То есть она Александрина, как вы понимаете, да? Вот. И в это же время, в 19-м году, рождается Александр Второй. То есть они в погодке. Она была достаточно симпатичная в юности, это потом уже разжирела там и прочее. Но это уже другие истории. Да, она была... Ну, не гоже так о великой королеве говорить. Конечно. Но это не наша королева. Вот. Но все равно великая. Хорошо, хорошо, согласен. Так или иначе, действительно, она была наследственной престола, потому что сыновей не было. Родственников, да? И стали искать тоже человека, который должен стать или принцем-консортом, или мужем, королем, смотря за кого она выйдет замуж. Так или иначе, Александр Второй, который ездил, царевич Александр, которого отправили в Европу посмотреть там, познакомиться с тем, что там происходит. Николай Первый его послал, да? С другой стороны, он может найти невесту себе. Потому что, скажем так, те развлечения с женщинами, которые были у Александра Второго, наследника престола, они очень нравились. Там в основном были полячки, типа Грузинская и другие. Так или иначе, действительно, они встретились в Лондоне. Романа между ними не было, но симпатия точно была. Но не срослось, потому что все-таки кто под кем? Кто будет консортом? Да, наследник престола русского Александра Второй, он будет никем при Виктории. Это было просто невозможно представить. Так или иначе, не получилось. Она выбрала Альберта, немца одного, который был консортом. Ничего не лишал, но ей помогал. Это вроде Эдуарда английский, муж Елизаветы Второй, который согласился быть тенью своей жены. Трудно это иногда бывает мужчинам, трудно переломать себя. Так или иначе, ну да, действительно, между Александром и Викторией были хорошие отношения. Так, и Римской войны, конечно. А потом, англичанка гадит, это вот как бы, да, как раз взаимоотношение России и королевы Виктории. Понятно. Ну что ж, на сегодня все. Это была программа «Виват. История». В студии был ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и Александр Хромашова. До встречи через неделю. До свидания, дорогие друзья. Виват. История. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова